Смотрите, я студент Дальневосточного Федерального Университета. Я студент Дальневосточного Федерального Университета с направлением прикладной информатики, то есть фактически я являюсь программистом в будущем. И хотел спросить насчет вашего вопроса про программирование. Смотрите, если нейросети сейчас настолько активно развиваются, может быть, есть смысл начать обучать наших программистов правильно заставлять запросы к нейросети, и чтобы генерировать большое количество кодов в минимальные сроки, не является ли это как раз вектором к развитию? Подождите, Егор, скажите, мы знакомы? Просто чтобы не получилось так, что будут думать, что мы с вами сговорились. Поздно. Просто мы сговорились. Хорошо, спасибо большое. Вот смотрите, еще совсем недавно искусственный интеллект, во-первых, формулировка искусственного интеллекта возникла в 1956 году, а хайп возник, как вы знаете, 70 лет спустя почти. Поэтому, знаете, очевидно, что будут разные уровни программирования и разные уровни математики. То есть, очевидно, что если ты только программист, и у тебя нет базовой математики, то, очевидно, ты способен работать в очень узкой сфере. А если ты только способен делать запросы, то это еще другой уровень. Поэтому это больше пользовательский уровень, нежели чем программирование. Поэтому, ну, на мой взгляд, ответ такой. Все зависит от того, как будет развиваться искусственный интеллект, и все зависит от людей, от конкретного человека, какие амбиции он перед собой ставит. Он хочет создать новый диджитал-мир или пользоваться тем, что уже сделали другие. Спасибо большое. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!